Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Ха-ха-ха-ха. Так что устраивайтесь поудобнее, съедлайте коней и поехали. Как всегда нас встречает Воррен Пи, который говорит нам, что, где и куда вообще нужно добираться. К примеру, если вы находитесь в Морланде, он вам скажет поехать к ближайшему порталу наездника Томпсона. Как же долго я ждала. Этот год тянулся так долго. Хэллоуин является моим любимым праздником, потому что очень много всяких интересных вещей. К примеру, на карте вы можете видеть все порталы, которые находятся на Юрвике, и они отмечаются звездочками. Так что в какой удобнее, в тот и запрыгивайте. Ну а мы начинаем наше хэллоуинское приключение. О, цитадель, меня не было ровно год. И ты успела измениться. Сейчас мы посмотрим вкратце, что изменилось, пока нам показывают видеоролик. По-моему, не было вот этой арки. Также тут вроде бы добавился новый остров, потому что я не особо его помню. Да-да-да, за целый год я умудряюсь кое-что и забыть. Но вроде бы больше ничего не изменилось. Хотя есть мелочи, которые очень сильно поменяли. И мы сейчас о них тоже поговорим. Попадая сюда, вы теперь разговариваете с вот этим призраком, который вам вещает, точнее радуется вашему приходу, что он тоже ждал целый год, так же как и я. И, кстати, теперь нам будут выдавать вот такие вот жетончики. В виде осеннего листика. Призрак ведает нам о том, что они здесь тусуются в течение всего года, и что всадник немножко сошел с ума. Подробности вы наверняка уже либо сами прочли, либо сможете прочитать, когда зайдете в игру. А так же он закрыл порталы. В этом и есть суть его сумасшествия. Он почему-то решил закрыть все порталы. И теперь, чтобы их открыть, нам необходимо собирать осколки душ. Если в предыдущие годы осколки душ мы обменивали у котла на разные предметы, амуниции или одежды, кстати, если что, они остались все те же самые, ничего не поменялось, то теперь мы не кормим котел, а мы будем открывать порталы. Это очень странно, и, к сожалению, эта новость двоякая. Одна половина людей будет очень сильно радоваться этой новости, потому что теперь вы будете бегать по ССО весь Хэллоуин в поисках этих камней. Хотя я уверена, что, в принципе, возможно. Это реально собрать все эти камни душ, точнее осколки душ, за один день. Но вы посмотрите, тут такое большое количество, где-то 10, где-то 35, где-то 25. Вам нужно будет все эти осколки собрать. У нас, как всегда, здесь остров, кстати, с лошадью, начальная лока, центральная лока с порталами и котелочечком, зона леса и темницы наездника Томпсона, и вот этот остров, который почему-то я не помню. Но все немножечко поподробнее мы будем кататься вместе с вами. На главной площади вот здесь, как раз, и находится тыква, о которой я уже говорила. У этой тыковки мы теперь будем обменивать за жетончики, предметы, амуницию и все прочее. Причем там просто цельный каталог, даже не как обмен валюты у Большой Бонни. Нет, мы просто заходим, как будто бы в обычный магазин, но вместо обычных валют нам нужны вот эти самые жетончики. Так что теперь мы собираем две валюты. Ну а так здесь у нас есть теперь кладовочка, так что мы всегда можем переодеться в хэллоуинские одеяния. Магазин масок, как всегда, здесь ничего нового, все те же самые старые маски и более новые масочки. Следующий магазин это старых костюмов. О, этот костюм мумии, как же я его раньше обожала, но сейчас в итоге как-то к нему остыло. Ну и костюм, конечно, всяких остальных видим. Здесь у нас уже новый костюм, и если честно, вот этот комплект, клоун у меня не очень радует. Костюм с тыковкой, как-то так себе. Ну а вот, возможно, я, Элизабет, себе скуплю вампирский комплект, если смогу на него поднакопить шиллингов. Все-таки СК тратить как-то мне лень. Да, вот тыковка. Смотрите, очень классные комплекты. Во-первых, что это? Штаны или колготы? Ну а они с летучими мышками. Амуниция новая. К сожалению, не на моего коня. Это вальтрап в виде крыла летучей мыши, которую я тоже не могу посмотреть на лошади. Но меня удивило, что тут есть баночки и перышки, за которые мы получали ворона с черепушкой. По поводу ездовых коней, Хэллоуина, все самые старые знакомые лица. Старая версия коня-наездника, тыковки, болотные кони, фьордики. Из питомцев все то же самое, хотя, знаете, я начала сомневаться, я вечно забываю, где продается белая кошка. Мне казалось, она здесь. Ну, по крайней мере, здесь точно все хэллоуинские питомцы, вороны, тыковки и не только. Ну а также нам уже проспойлерили в самой игре двух новых питомцев. Это вот эти шикарные совушки. И я вам обещаю, я их куплю вместе с конями. Ну а какими конями, вы, возможно, уже знаете или можете посмотреть предыдущее видео по обновлению. Так что, вот это все новости в этом обновлении. Я надеюсь, такой типаж вещания вам понравился, потому что вещать будет теперь я. Буду я, Элизабет Даркмур. И сейчас как бы, да, Даналия в роли персонажа. Вот, да, я такая вся вампирша в моем облике, которая очень жаждет погрузиться во весь этот праздник. И я надеюсь, вы будете до конца этого праздника вместе со мной. Так что всем пока, удачи вам, ну и счастливого грядущего Хэллоуина. Не забудьте наточить свои клычочки и почистить копыта лошадям. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!